Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! В современный, так часто развращенный мир не хочет и не знает святых. И пока в обществе будет царствовать грех, до тех пор останется в почете девиз «Правдой не проживешь». Неправда – это принцип жизни современного мира, залог мнимого благополучия здесь, на земле. Потому-то поступающие по правде оказываются часто непонятны обществу. И вместе с тем праведник всегда и везде вызывает уважение. За ним ощущается что-то глубинное, величественное. И это потому, что за ним чувствуется правда. Поэтому недобрые люди, видя праведника, исполняются завистью. Праведник – укор их жизни. А стерпеть это трудно, особенно если нет желания исправиться. В отношении поступающих по правде возникают раздражения. Над ними начинают смеяться, их пытаются опорочить, оклеветать. Наконец, их притесняют и гонят. В этом отношении показателен пример из жизни священно-мученика Филиппа, митрополита Московского. Это начало XVI века. В принципе, с 1507 по 1569 годы – даты жизни священно-мученика Филиппа. В молодости он состоял на царской службе и был любим совсем юным тогда князем Иоанном Грозным. Будучи около 30 лет, Филипп почувствовал глубокое желание служить Богу и тайно ушел на север в отдаленный Соловецкий монастырь. Со временем за добродетели, усердие, мудрость и чистоту души он был избран братьей и гуменом монастыря. В этом сане он так преобразил обитель, что стал известен уже взрослому грозному царю. Неожиданно Филипп получает повеление Иоанна приехать в Москву для принятия сана митрополита. А по стране уже гулял террор, опричнина внушала ужас мирным жителям. Однако это не пугало святого. В новом служении он видел неспосланный свыше крест. Филипп согласился принять сан при условии сохранения древнего права заступаться перед царем за осужденных. Мирно миновал год святительства, то есть пребывание в сане митрополита в Москве. Кровопролития не было. Но вот новое подозрение в измене повлекли жертвы невинных людей. Святитель наедине просил царя умерить жестокость преследований. Когда же это не подействовало, при большом стечении народа в соборной церкви Филипп обратился к царю с такой речью. «О, державный царь, ты облечен самым высоким саном от Бога и должен чтить его более всего. Тебе дан скипетр власти земной, чтобы ты соблюдал правду в людях и царствовал над ними по закону. Правда – самое драгоценное сокровище для того, кто стяжал ее. По естеству ты подобен всякому человеку, а по власти подобен Богу. Как смертный – не превозносись, а как образ Божий – не увлекайся гневом». По справедливости властелином может назваться только тот, кто сам собой обладает и не работает позорным страстям. От века не слыхано, чтобы благочестивые цари волновали свою державу, и при твоих предках не бывало такого, что ты творишь. У самих язычников не случалось ничего такого. На эти слова святителя Филиппа царь в ярости возразил, что тебе черницу задело до наших царских советов. Того ли не знаешь, что меня мои же хотят поглотить? «Я точно чернец», – смиренно ответил Филипп, «но по благодати Святого Духа, по избранию Священного Собора и твоему изволению, я пастырь Христовой Церкви, и вместе с тобою обязан иметь попечение о благочестии и мире всего православного христианства». «Одно тебе говорю, Отче Святой, возражал царь, молчи, а нас благослови действовать по нашему изволению. Не прикословь державе нашей, да не постигнет тебя мой гнев, или сложи свой сан?» «Не употреблял я, – сказал Филипп, – ни просьб, ни ходатаев, ни мзды, чтобы получить этот сан. Зачем лишил ты меня пустыни, если для тебя ничего не значат каноны? Делай, как хочешь!» Царь вышел в большом раздумье и гневе на святителя. Через некоторое время Иван Грозный пришел в храм нарочно в одежде опричника. Святитель не дал ему благословения, а затем сказал, «Кому поревновал ты, приняв на себя такой вид и изменив свое благолепие? Убойся суда Божьего! На других закон ты налагаешь, а сам нарушаешь его?» «Посмотрим на твою твердость, – ответил царь. Вскоре из самых недостойных лиц были найдены свидетели, которые обличали угодника Божьего в каких-то немыслимых грехах, а затем опричники ворвались в храм, где Филипп совершал богослужение, сорвали с него архиерейские одежды и увезли на заключение в московский Богоявленский монастырь. Неделю святителя томили голодом, а народ торпился у монастыря, не желая расстаться со святым архипастырем. Царь, желая сломить дух Филиппа, прислал к нему голову его любимого родственника. Затем святого сослали на заточение в Тверской отрочь монастырь. Через год Иван Грозный, отправляясь вершить казни в Новгороде, послал к Филиппу своего приближенного Малюту Скуратова, который, войдя в келью, задушил страдальца подушкой. Казалось, правда окончательно попрана, но через некоторое время креветников святого постигло наказание. А в XVII веке мощи святители, находившиеся в Соловецкой обители, были перевезены в Москву. Причем царь Алексей Михайлович написал послание, в котором просил у Филиппа простить грех прадеда. Этот же царь в письме к боярину Аболенскому перечисляет чудеса исцелений, которые произошли при встрече мощей. Так было на земле всегда. С того момента, когда человек отступил от правды. И так будет до самой кончины мира. Верные правде оказываются часто вне славы земной. Да она для них порой и невозможна. Зато они становятся причастниками славы небесного царства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова